Однажды днём я поднялся на небольшую гору, в городке, где я вырос. До того момента я всегда думал, это я, а там кто-то другой. У меня не было проблем с тем другим, но всегда присутствовало разделение — это кто-то другой, а это я. И вот впервые я не мог отличить, где я, а где не я. То, что было мной, было повсюду. Мне казалось, что это сумасшествие длилось 5 или 10 минут. Но когда я вернулся к моему обычному состоянию, прошло 4,5 часа. Я сидел там в полном сознании, с открытыми глазами. Я сел там около 3 часов дня, и вот уже 7.30 вечера зашло солнце. Мне показалось, что прошло всего 10 минут, но на самом деле пролетело 4,5 часа. Впервые за всю свою взрослую жизнь у меня текли слёзы. До такой степени, что моя рубашка насквозь промокла. Слёзы для меня были чем-то немыслимым. Такой у меня был характер. Я всегда был счастлив. Счастье для меня не было проблемой. Я был успешен в том, что я делал. Я был молод, и всё шло хорошо. Но сейчас я взрывался каким-то иным видом экстаза, который невозможно было описать. Каждая клетка моего тела просто взрывалась от восторга. У меня не было слов. Я тряс головой и пытался спросить у своего скептического ума. Что же со мной происходит? Единственное, что мог сказать мне мой ум, наверное, ты съезжаешь с катушек. Мне было всё равно, что это было. Но я не хотел потерять это. Потому что это было самое прекрасное из того, с чем мне довелось соприкоснуться. Я и представить себе не мог, что человек может ощутить такое внутри себя. Я отправился к своим друзьям и начал рассказывать им, что со мной происходит. И в то время, как я говорил, у меня текли слёзы. Они сказали, что ты выпил? Ты что-то принял? Что ты сделал? Я понял, что нет смысла ни с кем разговаривать, потому что... Стоит мне посмотреть на небо, как у меня наворачиваются слёзы. Стоит мне посмотреть на дерево, наворачиваются слёзы. Стоит мне закрыть глаза, наворачиваются слёзы. Меня просто разрывает. За шесть недель во мне радикально изменилось всё. И я просто терял ощущение времени. Второй случай был очень значимым, потому что вокруг меня были люди. Я сел за обеденный стол со своей семьёй. Мне показалось, что это длилось две минуты. Но я сидел там семь часов, полностью всё осознавая, но я потерял чувство времени. Это продолжало случаться много раз. Однажды я просто сидел на своей ферме. Мне показалось, что я сидел там около тридцати минут. Но на самом деле я просидел там тринадцать дней. К тому времени вокруг меня собралась толпа. И поскольку это Индия, на меня надеты огромные венки. Один спрашивает, как ему вести бизнес, другой хочет знать, когда его дочери выйдут замуж. Вся эта ерунда, которую я терпеть не мог, внезапно начинает происходить со мной. И я действительно думал, что прошло полчаса. Но люди говорили, он сидит здесь уже тринадцать дней. Он в Самаде. Он то, он это. А я и слов-то таких не знал. Я вырос на европейской философии. Камю, Кавка, Достоевский. Вы же читаете такие книги в Америке? Поскольку это было в шестидесятых, я рос на Битлз и прочем. Я и духовность — это были разные миры. Я совершенно не собирался этим заниматься. Так что я не знал ничего из этой терминологии. Ни Самаде, ни чего-то еще. Люди говорили, он достиг Самаде такого-то вида, такого-то вида. Дотронетесь до него, и вот что произойдет. И люди пытались за меня хвататься. Так что единственное, что мне оставалось — это уехать путешествовать. Просто чтобы избежать всего этого. Потому что я не мог понять, что происходит вокруг меня. Почему я рассказываю вам это? Это возможно для каждого человека. Моё желание и благословение — это должно случиться с вами. Заберетесь ли вы на Эверест или нет? Станете ли вы самым богатым человеком на Земле или нет? Ваше переживание жизни на этой планете должно быть приятным. Нужно прожить жизнь в блаженстве. Это должно произойти с каждым человеком. Каждый заслуживает этого. И каждый способен на это. Субтитры создавал DimaTorzok